Вторую неделю на территории Тверской области действует обязательный масочный режим. Жителям региона запрещено появляться без средств индивидуальной защиты в общественных местах и в транспорте. То, как тверетяне соблюдают это предписание, сотрудники управления Роспотребнадзора, полиции и других ведомств регулярно проверяют в ходе профилактических рейдов. Впрочем, на сегодняшний день народный контроль мониторит также и доступность масок и перчаток в аптеках областной столицы. В одном из таких мероприятий, организованных активистами проекта «Народный контроль» и депутатами городской думы, приняла участие съемочная группа нашего телеканала. С начала пандемии коронавируса рейды по аптечным пунктам города вошли в традицию. На этот раз волонтеры проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» проверяли наличие средств индивидуальной защиты, а также цены на них. Напомним, с 12 октября на территории Тверской области действует обязательный масочный режим. Появляться без маски в общественных местах и в транспорте запрещено. Говорят, когда к чему-то обязываешь граждан, к какому-то правилу, к соблюдению его, то всегда нужно обеспечить возможность соблюдения этого правила или этого закона. Мы сейчас призываем горожан пользоваться антисептиками, носить маски, но важно, чтобы это было доступно, и чтобы это физически было в наличии в аптеках, и чтобы это было доступно по цене, чтобы не было завышения. Впрочем, пока о завышении цен на средства индивидуальной защиты в тверских аптеках говорить не приходится. Да, они выше, чем до пандемии, говорят представители акции «Народный контроль». Однако по-прежнему доступны для людей любого достатка. А маски только такого типа или у вас какие-то варьируются варианты какие-то есть? Там, наверное, по-больше. Вот, можно упаковочкой целой. И это многоразовая. Для 10 машин, 10 сирок. Медицинские маски продаются в аптеках Твери в среднем по 8-9 рублей за штуку. В некоторых аптечных пунктах СИЗы продают комплектами по 10 штук. Такая упаковка стоит около 100 рублей. Как рассказывают фармацевты, в последнее время они заметили повышение спроса на маски. Однако средств индивидуальной защиты, говорят, в аптечных пунктах хватает на всех. Очень активно. То есть маски уходят в больших количествах. Ну так, по количествам, конечно, не могу сказать, но ощутимо очень. Так что отговорки в духе в аптеках нет масок, которые, возможно, были актуальны в начале пандемии, на данный момент не спасут. Более того, как напоминают специалисты Роспотребнадзора, про людей, игнорирующих санитарные требования в условиях режима повышенной готовности, власти могут привлечь к административной ответственности. Дело может дойти и до финансовых санкций. За нарушение масочного режима Кодекса административных правонарушений Российской Федерации предусмотрены предупреждения или возложения штрафов. На граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей. На должностных лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. На лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 до 50 тысяч рублей. Говорится в сообщении Роспотребнадзора. Словом, на сегодняшний день отказ от ношения маски может навредить не только вашему здоровью, но и кошельку.